Добрый день слушатели заочных курсов и НИОР. Сегодняшней видео лекции мы с вами начинаем изучение такого школьного курса биологии как ботаника. В течение наших видео лекций мы будем с вами разбирать теорию той или иной темы по ботанике, а также разбирать олимпиадные задания, которые встречаются как на школьном, муниципальном, так и региональном и заключительном этапе Олимпиады школьников по биологии. Сегодняшняя наша видео лекция будет посвящена цитологии и гистологии растений. Цитология это наука изучающая строение клетки, поэтому сегодня мы выясним, какие органоиды присутствуют в растительной клетке и чем растительная клетка отличается от животной. Также разберем с вами классификацию тканей, какие они бывают и где расположены в растении. Начнем мы с строения растительной клетки. Проведем с вами сравнительный анализ, чем же животная клетка, изображенная под буквой А, отличается от растительной клетки, изображенная под буквой В. Первый признак, по которому мы сравним растительную и животную клетку, это наличие ядра. Ядро это достаточно крупный органоид, который хорошо виден даже в световой микроскоп. В ядре находится молекула ДНК, носитель наследственной информации. В ядре иногда может быть одно или несколько ядрышек. В животной клетке вот мы видим наличие ядра. В растительной клетке ядро также имеется. Однако очень часто ядро расположено не в центре, как у животной клетки, а смещено к периферии. Итак, таким признакам, как наличие ядра, растительная и животная клетка не отличаются. Следующий признак – это цитоплазматическая мембрана. Цитоплазматическую мембрану мы с вами видим и у животной клетки, и у растительной клетки. Цитоплазматическая мембрана выполняет разные функции в клетке, как растений, так и животных. Во-первых, она защищает клетку, принимает участие в транспорте веществ и так далее. Цитоплазматическая мембрана имеется и у растительной, и у животной клетки. Следующий признак – это клеточная стенка. А вот клеточную стенку, изображенную под цифрой 1 на этих рисунках, мы видим только у растительной клетки. Клеточная стенка расположена снаружи цитоплазматической мембраны. Поэтому растительная клетка имеет клеточную стенку, а у животных клеточная стенка отсутствует. То есть у животных снаружи цитоплазматической мембраны такая структура, как клеточная стенка, не развита. Следующий признак – это цитоплазма. Цитоплазма – вязкая содержимое клетки, внутри которой расположены органоиды. Цитоплазма способна к передвижению, благодаря чему и двигаются органоиды, расположенные в ней. Цитоплазма, изображенная под цифрой 12, то есть внутреннее содержимое клетки, видим и у животной клетки, и у растительной. Поэтому признаку по наличию цитоплазмы растительная и животная клетка не отличаются. Следующий признак – это митохондрия. Митохондрия имеет такую вот вытянутую форму, внутри нее находится выпячивание, которое называется кристы. Митохондрия – это энергетическая станция клетки, в ней происходит выработка энергии в виде молекул АТФ. Митохондрия присутствует как в животной клетке, так и растительной. Таким образом, митохондрия – это энергетическая станция клетки, характерная и для растительных, и для животных клеток. Следующий органоид – это хлоропласт. Хлоропласт относится к пластидам. Хлоропласт имеет зеленый цвет за счет наличия особого пигмента – хлорофила. Наличие хлоропластов нами будет с вами отмечено только в растительной клетке. Вот они изображены зеленым цветом. В животной клетке хлоропластов нет, поэтому наличие хлоропластов является отличительным признаком в строении растительной и животной клетки. Следующий признак – ЭПС и рибосома. ЭПС или эндоплазматическая сеть представляет собой вот такие вот разветвленные каналы. Иногда ЭПС называют автомагистралью клетки, что она выполняет функцию транспорта веществ. Более того, ЭПС как бы соединяет разные части клетки. На ЭПС находятся очень маленькие органоиды, которые мы можем увидеть только при использовании электронного микроскопа. Это рибосомы. На них происходит биосинтез белка. ЭПС, расположенный на них рибосомами, мы отмечаем и в животной клетке, и в растительной. Следующие органоиды – это аппарат гольджи или лизосомы. Аппарат гольджи представляет собой вот такие вот тоже каналы и цистерны, от которых отходят пузырьки. Аппарат гольджи накапливает хранит и принимает участие в выделении тех или иных веществ. Также аппарат гольджи образует лизосомы. Это пузырьки, наполненные пищеварительными ферментами. Аппарат гольджи мы увидим и в животной клетке, и в растительной, и, соответственно, лизосомы тоже. Поэтому аппарат гольджи или лизосомы являются общим признаком для строения растительной и животной клетки. Еще такой органоид с вами рассмотрим, как вакуоль. Вакуоль представляет собой достаточно крупный органоид, заполненный клеточным соком. Этот органоид мы видим только в растительной клетке. Зачастую за счет развития очень большой центральной вакуоли ядро растительной клетки бывает смещено к периферии. В животной клетке вакуоле мы с вами не видим. Поэтому растительная клетка имеет вакуоль, а животное – нет. Также можем отметить, что некоторые органоиды характерны только для животной клетки, в растительной мы их не встретим. Допустим, это вот этот органоид центриоли или, как еще его называют, клеточный центр. Этот органоид принимает участие в делении клетки. Итак, давайте сделаем выводы о строении растительной и животной клетки. Чем они будут отличаться? Видим, что большинством структурами растительная и животная клетка похожи. Но растительная клетка имеет клеточную стенку, расположенную снаружи цитоплазматической мембране. Поэтому клеточная стенка придает прочность растительной клетке и лучшую защиту. Далее, вот такие органоиды, как хлоропласты, имеются только в растительной клетке. И вакуоль мы тоже отмечаем только для растительной клетки. Давайте более подробно рассмотрим именно эти клеточные структуры, которые отличают растительную клетку от животной. Начнем мы с клеточной стенки. Клеточная стенка, как мы сказали, расположена снаружи цитоплазматической мембраной. Клеточная стенка достаточно толстая по сравнению с мембраной. Из чего состоит клеточная стенка? У растений клеточная стенка состоит из волокон целлюлозы. Это такой полисахарид. И целлюлозы представляют собой своеобразную арматуру, между которой изолито аморфное вещество, образованное пектином и гемицеллюлозой. Вот такая вот структура. Целлюлозные волокна и расположенные между ними пектин и гемицеллюлоза делают клеточную стенку достаточно прочной структурой. Через клеточные стенки соседние клетки могут сообщаться. Контакт соседних клеток растительных происходит через такие структуры, как плазмодесмы. Их иногда видно даже на микрофотографии клеток растений. Клеточная стенка в результате жизнедеятельности растения может видоизменяться. Это связано с тем, что клеточная стенка может пропитываться такими веществами, как лигнин, суберин. Это приводит к тому, что клеточная стенка одревесневает или опробкивает. Если клеточная стенка будет содержать в себе различные соли, происходит ее минерализация и так далее. То есть под воздействием пропитки клеточной стенки тем или иным веществом, клеточная стенка может изменяться. Следующие структуры, которые характерны для растительных клеток, это хлоропласты. Хлоропласты у нас вообще относятся к пластидам. Хлоропласты – это органоиды, которые имеют две мембраны – наружную мембрану и внутреннюю. Внутренняя мембрана образует вот такие выпячивания – телокоиды. Телокоиды представляют собой как будто бы отдельную монетку. И вот когда монетки уложены в стопку, то это будет называться граной. На мембранах телокоида как раз и содержится пигмент хлорофилл зеленого цвета. Пигмент хлорофилл участвует в процессе фотосинтеза. Внутри хлоропласт заполнен таким веществом, как строма. Хлоропласты имеют свою собственную ДНК, то есть получается, что не только ядро содержит ДНК, но и такой органоид, как хлоропласт. Также он содержит небольшое количество рибосом, и хлоропласт способен к биосинтезу своих собственных белков. То есть хлоропласт обладает некой автономностью по сравнению с другими органоидами-клетками за счет того, что они имеют свою собственную ДНК и фабрику, скажем так, по изготовлению белка. Отметим также, что в состав хлорофила эти сложные молекулы входят ионы магния. К пластинам относятся не только хлоропласты зеленого цвета, но и еще такие органоиды, как лейкопласт и хромопласт. Общее строение лейкопласта и хромопласта чем-то напоминает хлоропласт. То есть, как и у хлоропласта, у этих пластин имеются две мембраны – наружная и внутренняя. Внутри находится строма, также имеются телокоиды. Но вот функция у них будет немножко отличаться от хлоропласта. Дело в том, что в лейкопласте и в хромопласте нет хлорофила, который принимает участие в фотосинтезе. Поэтому лейкопласт и хромопласт не выполняют функцию фотосинтеза. Лейкопласт выполняет функцию накопления такого вещества, как крахмал. Поэтому лейкопласты будут бессветными, ну или белыми. Хромопласты также не способны к фотосинтезу. В них нет хлорофила, но зато в них могут накапливаться вещества, придающие цвет тому или иному органоиду. В данном случае нам показано, что в хлоропласте накапливаются каротиноиды. Итак, пластиды – это отличительная черта строения растительной клетки. Они бывают трех видов. Хромопласты, которые могут быть ярко окрашены. Оранжевый цвет, красный, желтый и так далее. Хлоропласты, которые имеют зеленую окраску. Лейкопласт бессветные или белые за счет того, что в них находится крахмал. Хромопласт придает цвет плодам, цветкам или также хромопласт отмечается в осенних листьях. Хлоропласт находится в тех частях растения, которые имеют зеленый цвет и ответственны за фотосинтез. Лейкопласты находятся в тех органоидах, в которых накапливаются питательные вещества. Вначале в клетке образуется так называемая пропластида. Из пропластиды уже образуется либо хромопласт, либо хлоропласт, либо лейкопласт. Если пропластида попадает на свет, то из нее образуется хлоропласт. Далее при строении хлоропласта будет образовываться хромопласт. Если пропластида попала в условия темноты, то она превратится в лейкопласт. В зависимости от того, какие вещества накапливаются в лейкопласте, бывает несколько вариантов лейкопластов. Амилопласт, элайлопласт, протеинопласт. Почему они так называются? Амилопласт – это в нем происходит накопление крахмала. Амилус на латинском языке – крахмал. Элайлопласт – это накопление жира. То есть в лейкопластах будут находиться вот такие жировые капли. Протеинопласты – это лейкопласты, которые накапливают белок. Итак, если растение имеет ярко окрашенный цвет, как в данном случае это лепестки цветка, такие ярко окрашенные органы связаны с тем, что в их клетках накапливаются хромопласты. В зеленых частях растениях преобладают хлоропласты, имеющие зеленый пигмент хлорофилл и выполняющие функцию фотосинтеза. Лейкопласты накапливаются, образуются и в больших количествах находятся в тех органоидах, в которых откладываются запасные питательные вещества. Еще раз отметим, что пластиды – это отличительная характеристика растительной клетки. Бывают они трех видов – хромопласты, хлоропласты и лейкопласты. Клеточную стенку и пластиды мы разобрали. И третья особенность растительной клетки, которая отличает ее от животной – это наличие вакуоли. Вакуоль имеет мембрану, которая называется танопласт. Танопласт ограничивает вакуоль от других структур клетки. В начале, когда образуется вакуоль, то она состоит из большого количества маленьких вакуолей, которые увеличиваются в размер за счет накопления клеточного сока, а потом они сливаются в одну большую центральную клетку. И как мы уже отмечали ранее, из-за этого ядро растительной клетки может быть смещено и не находиться в центре. Какова функция вакуоли? Внутри вакуоли находится клеточный сок, в котором могут быть растворены самые различные вещества. Допустим, сахара, иногда белки, иногда пигменты. Вакуоль выполняет функцию тургора, то есть находящийся клеточный сок, который состоит в большей степени из воды. Вот этот клеточный сок, находясь вакуоле, как бы давит на клеточную стенку клетки. И клетка приобретает такую вот как бы упругую форму. Поэтому, если долго не поливать растение, то уменьшается количество клеточного сока внутри вакуоли. Вакуоль не надавливает на клеточную стенку и растение может увядать. Давайте с вами посмотрим на схематические изображения клеток и подумаем, на каком рисунке у нас изображена именно растительная клетка. Видим мы с вами первую клетку и вторую клетку. Где же у нас будет растительная клетка? В этой клетке, во второй, мы видим вот такое схематичное изображение клеточной стенки. Видим зеленые органоиды – это пластиды. Видим вакуоль, наполненную клеточным соком. Значит, клетка под номером 2 у нас является растительной клеткой. Сравнив эти две клетки, на второй клетке мы видим огромную большую центральную вакуоль. Видим хлоропласты, видим клеточную стенку. Итак, вторая клетка у нас является также растительной. Сравнив эти две клетки, где растительная клетка, первая или вторая. На первой клетке мы видим хлоропласты, расположенные внутри телокоидами, уложенные в грану. Видим вакуоль. И что снаружи цитоплазматической мембране находится вот такая прочная структура – клеточная стенка. Так, первая клетка – это растительная клетка. Вторая клетка, в которой мы не видим ни хлоропластов, ни вакуолий, ни клеточной стенки, будет являться животным. На этом слайде, где растительная клетка? Опять же, вот клеточная стенка, вакуолий и здесь несколько вакуолий. На этом слайде давайте с вами обнаружим растительную клетку. Внимательно присмотревшись к каждой клетке, мы увидим наличие в ней зеленых пластид хлоропластов, наличие вакуолий, заполненных клеточным соком, и наличие клеточной стенки. Таким образом, на этом слайде у нас изображены все три растительные клетки. Вот такие вот задания, например, могут быть в олимпиадных заданиях по биологии. Давайте рассмотрим еще некоторые задания по этой теме, по теме строения клетки. Вот есть такое задание, когда у нас изображены фотографии клеток, нам нужно ответить на вопрос, какие пластиды, изображенные на фотографии, определяют окраску осенних листьев, лепестков, некоторых цветов и корнеплодов. Итак, за окраску некоторых частей растения у нас отвечают такие пластиды, как хромопласты, ярко окрашенные. Из этих четырех рисунков такие ярко окрашенные хромопласты мы видим на рисунке под буквой А. Под буквой В мы видим строение хлоропласта. Под буквой В кто у нас изображен? Это изображены лейкопласты, просто они окрашены, так как их сложно очень увидеть, то их окрашивают йодом, и крахмал, который в них содержится, окрашивается вот в такой синий цвет. Поэтому под буквой В у нас будут лейкопласты. Итак, правильным ответом на этот вопрос, какие пластиды придают окраску осенним листьям и лепесткам, является рисунок под буквой А. Другой вопрос. Какие пластиды, изображенные на фотографии, скорее всего, можно обнаружить в клубне картофеля? В клубне картофеля, в котором накапливается крахмал, должны находиться лейкопласты. Ну и в предыдущем вопросе мы разобрали, что лейкопласты изображены под буквой В, и зерна крахмала, которые у них накапливаются, здесь окрашены синим цветом из-за реакции с йодом. Вот такой вопрос. В каком органоиде растительной клетки находятся пигменты антоцианы? Пигменты антоцианы – это вещества, которые окрашивают те или иные части растения в определенный цвет. Ну, в данном случае это синий цвет. И антоцианы у нас не связаны с хлоропластами. Антоцианы накапливаются в клеточном соке и придают, соответственно, цвет клетки. Клеточный сок – это составляющая вакуоли. Давайте найдем на этом рисунке вакуоль. Под цифрой 4 мы видим зеленые структуры и, соответственно, сразу понимаем, что это хлоропласт. Под цифрой 2 мы видим округлый органоид, внутри которого тоже такое темное пятнышко. Это ядро. Под цифрой 3 мы видим цистерны, расположенные рядом друг с другом. Это аппарат Гольджи. А вот вакуоль у нас изображена под цифрой 1. Ну, и такой вопрос, чтобы мы запомнили, что такое антоцианы. Антоцианы – это пигменты, которые окрашивают в фиолетовый, синий или более темные цвета. Нам предлагают цветки календулы, листья вероники, плоды черники и цветки ландыша майского. Что из представленного будет иметь цвет, близкий к синему и фиолетовому? Календула лекарственная, значит, цветки его окрашены в оранжевый цвет и с антоцианом не связаны. Листья вероники имеют зеленый цвет и связаны с наличием хлоропластом и в них хлорофилла. Цветки ландыша майского имеют белый цвет, а вот плоды черники, как раз темно-синего цвета, значит, в плодах черники, в вакуолях накапливается клеточный сок с такими пигментами, как антоцианы. Очень часто в олимпиадных заданиях нам предлагают по микрофотографии органоида определить, что это за органоид. Вот в данном случае изображена клетка, изображен какой-то органоид и спрашивает нас, что эта клетка будет очень активно синтезировать. Итак, во-первых, эта структура, как мы отметим, она находится вокруг ядра, представляет собой вот такие вот каналы, похожие на дорогу. А еще на мембране этого органоида находятся маленькие точки. В совокупности вот этой картинки помогает нам понять, что перед нами ЭПС. Мы в самом начале выяснили, что на мембранах ЭПС находится мельчайший органоид, который называется рибосом. Рибосомы ответственны за синтез белка. Поэтому из приложенных вариантов – липиды, крахмал, пигменты и белки – мы выберем правильный ответ – белки. Потому что здесь нам изображена ЭПС, на мембранах которой находятся рибосомы, а рибосомы очень… какую функцию выполняют? Синтезы белка. Перейдем к следующей теме сегодняшней нашей видеолекции – это ткани. Ткани – это группа клеток, которые исходны по строению, происхождению и выполняемым функциям. Иногда классификация тканей в литературных источниках может немножко отличаться. Но в целом в растительном организме выделяют пять тканей. Это образовательная ткань, основная ткань, проводящая, механическая и покровная. Вот эти пять тканей мы с вами и разберем. Начнем мы с образовательной ткани. Образовательные ткани по-другому еще называются меристемы. По их названию можно понять функцию этих тканей в растении. В результате деления образовательные клетки способствуют образованию новых клеток и, соответственно, тканей. Какие-то клетки образовательной ткани делятся постоянно, какие-то клетки делятся и превращаются в другую ткань. Где в организме находятся образовательные ткани? Образовательные ткани могут быть верхушечными, расположенные на верхушке побега или же на кончике корня. Благодаря верхушечным меристемам происходит рост растения в длину. Есть боковые меристемы, в данном случае камбий, которые также способствуют образованию новых клеток. И благодаря такой ткани камбий растение растет в толщину. Камбий является примером боковой или, как еще называют, латеральной меристемы. Есть ткани, расположенные в междуузлях. Это то место, которое отмечается между двумя узлами. Узлами прикрепления листьев. Благодаря вставочной меристеме, которая здесь расположена, происходит вставочный рост растения. И также бывает раневая меристема или еще называют ее калюс. В результате повреждений эта ткань интенсивно разрастается и препятствует зарастанию раны у растения. Как можно охарактеризовать клетки образовательной ткани? Эти клетки небольших размеров, они мелкие, плотно располагаются друг к другу. И внутри них находится большое крупное ядро. Таким образом, это крупное ядро свидетельствует о том, что клетки очень интенсивно идут в процесс удвоения молекулы ДНК и так далее. То есть идут в процессы деления. Итак, первая ткань, которая способствует росту растения в толщину, в длину, это образовательная ткань или меристемы. И запомним их строение, что эти клетки небольших размеров, это клетки живые. У них достаточно крупное ядро. Следующие ткани это покровные ткани. Покровных тканей несколько. Зависит это от того, какое у них строение и в какой период жизни они появляются у растений. Самой первой тканью является эпидермис. Это первичная покровная ткань, появляющаяся первоначально. Вообще, покровные ткани, их еще называют пограничными тканями, и они выполняют функцию защиты органов растения. Что собой представляет эпидермис? Эпидермис представляет собой живые клетки, которые плотно-плотно прилегают друг к другу. Таким образом, эпидермис препятствует проникновению, допустим, каких-то возбудителей заболеваний в растения. Поэтому отметим, что клетки эпидермиса плотно-плотно расположены друг к другу. Это живые клетки, в них мы можем увидеть ядра, иногда в околе. Но нельзя просто одеть растение в какой-то футляр из клеток. Дело в том, что растению необходимо сообщаться с окружающей средой. Это необходимо для газообмена, транспирации. Поэтому среди плотно расположенных клеток эпидермиса находятся очень интересные клетки. Это устичные клетки, или их еще называют замыкающие клетки. Устичные клетки имеют бобовидную форму и неравномерно утолщенную клеточную стенку. Утолщена она со стороны, когда устичные клетки обращены друг к другу. Если клетки эпидермиса у нас бессветные, в них отсутствует хлорофил, то вот в устичных клетках находятся хлоропласты с хлорофилом. Устичные клетки, или замыкающие клетки, могут открываться и закрываться. Таким образом может открываться и закрываться устичная щель. Именно через нее происходит, допустим, газообмен. Как вот здесь показано. Через устичные клетки, допустим, поступает углекислый газ в растение. Углекислый газ принимает участие в фотосинтезе. Также через устичные клетки выводится кислород, являющийся побочным продуктом фотосинтеза. При дыхании наоборот. У растения будет поглощать кислород, вводить углекислый газ. Итак, значит, устица – это специальные клетки, расположенные в эпидермисе, имеющие неравномерное утолщение клеточной стенки, способны открытию и закрытию, и через них происходит газообмен. А также отметим, что клетки эпидермиса и клетки устичные являются живыми клетками. Эпидермис – первичная ткань, потому что она возникает первой из всех покровных тканей. Она покрывает молодые побеги. На следующий год растение покрывается другой тканью. Это так называемая перидерма. Перидерма представляет собой уже мертвую ткань. То есть ее клеточные стенки, клетки, они изменяются. Каким образом? Они становятся мертвыми, и зато клетки перидерма будут достаточно прочными. Вот нам здесь показано перидерма. В перидерме также должны находиться структуры, обеспечивающие газообмен. Поэтому в перидерме находятся так называемые чечевички. Это структуры, состоящие из рыхлой ткани, и именно через них происходит газообмен. Чечевички можно легко представить, вспомнив такое дерево, как береза. Мы знаем, что у нее имеется белый ствол, а среди нее есть такие черные характерные черточки. Это и есть чечевички. Вот эти вот такие вздутия на коре – это чечевички, через которые происходит газообмен. Также к покровным тканям относится корка. Корка характеризуется чередованием различных тканей. Корка тоже покровная ткань, она тоже мертвая и защищает древесные растения от различных неблагоприятных факторов. Итак, к покровной ткани, выполняющей защитную функцию, относится живая ткань эпидермис, с которой находится устица, относится перидерма, в которой находятся чечевички, и корка, представляющая собой несколько слоев ткани. Следующая ткань – это механическая ткань. Механическая ткань, или по-другому иногда их называют арматурной. Эти ткани способствуют поддержанию других тканей растений, выполняют роль опоры для органов растений. Механические ткани делятся на каленхиму и склеринхиму. Каленхима представлена вот такими живыми клетками, но только у них утолщена клеточная стенка. Внутри мы видим вакуоль, ядро, цитоплазму. Все это свидетельствует о том, что клетка живая. А вот утолщение клеточной стенки способствует тому, что такая ткань может выполнять опорную функцию. Происходит утолщение клеточной стенки каленхимы неравномерно. Бывает уголковая каленхима, это когда утолщаются уголки клеток. Бывает пластинчатая, когда утолщаются противоположные стороны клетки. Другой механической тканью является склеринхима, а это уже мертвая ткань. Посмотрите на их клетки. Клеточная стенка будет пропитана лигнином. Взаимосвязь клетки с окружающей средой не происходит, поэтому она отмирает, и внутри она будет полой. Но зато такие мертвые клетки будут достаточно прочными. Клетки склеринхима имеют вытянутую форму с заостренными концами. Таким образом склеринхима образует своеобразные волокна. Итак, механические ткани выполняют опорную функцию. Живой ткань является каленхимой. У клеток каленхимы имеется утолщение клеточной стенки. Склеринхима – это мертвые клетки. Клеточная стенка этих клеток пронизана глигнином, и чаще всего склеринхима отмечается в виде волокон. В сравнении здесь мы приведены каленхима с клеринхима, где мы видим утолщение клеточной стенки. По сравнению с тканью, не являющейся механической, паренхимой здесь утолщения клеточных стенок мы не видим. Итак, у каленхима это неравномерно утолщенные клеточные стенки, либо в уголках, либо вот такие параллельные клеточные стенки. Склеринхима – мертвые клетки, и у них клеточная стенка равномерно утолщена. Клетки умирают из склеринхима вследствие того, что клеточная стенка пропитана глигнином. Следующие ткани – это основные ткани. Они достаточно разнообразны. К основным тканям относится ассимиляционная ткань, или еще ее называют хлоренхима, или хлорофилоносная ткань, или фотосинтезирующая ткань. Также к основной ткани относятся запасающая ткань, водоносная ткань, воздухоносная ткань, или аренхима. Клетки основной ткани живые. Представляют собой клетки, которые расположены более-менее рыхло по отношению к себе. Ассимиляционная ткань, или хлоренхима, характеризуется тем, что внутри ее клеток огромное количество хлоропластов. А мы выяснили, что хлоропласты выполняют функцию фотосинтеза. Поэтому в хлоренхиме идут очень активно процессы синтеза органических веществ в результате фотосинтеза. Поэтому ассимиляционная ткань окрашена в зеленый цвет, и в ней происходит синтез углеводов в результате фотосинтеза. В запасающей ткани мы с вами не видим хлоропластов, но зато в ней может быть много лейкопластов, и в этой ткани накапливаются те или иные запасающие вещества. В данном случае на этой картинке мы видим, опять же, что в клетках накапливаются зерна крахмала, которые по действиям йода окрашиваются в фиолетовый цвет. Воздухоносная ткань, или аренхима, представляет собой клетки, между которыми находятся большие вот такие межклетники, заполненные воздухом. Чаще всего аренхима характерна для водных растений, и в этом межклетнике как бы запасается кислород. Ну, не конкретно кислород, а воздух. Водоносная ткань состоит из клеток, в которых накапливается вода. Водоносная ткань обычно характерна для растений засушливого климата. С помощью водоносной ткани растения запасают в себе воду в условиях засушливого климата. Таким образом, запомним, что клетки основной ткани более-менее рыхло расположены по отношению друг к другу. Все эти клетки живые. Выполняют либо они функцию патосинтеза, запасания каких-то веществ, запасания кислорода, воздуха или воды. Следующие ткани – это проводящие ткани. Проводящие ткани – это сложные ткани, потому что в их состав входят элементы не только проводящей ткани, но и некоторых других, которые мы с вами разобрали. Допустим, механические ткани и основные ткани. Проводящие ткани по названию осуществляют процесс транспорта веществ внутри растительного организма. В растении осуществляются два транспорта, которые называются восходящий и нисходящий ток. Восходящий ток – это перемещение веществ из корня к выше расположенным органам. Какие же вещества могут транспортироваться от корня? Корень поглощает воду, растворенные минеральные вещества, поэтому по восходящему току транспортируется именно вода и минеральные вещества. Нисходящий ток идет в обратном направлении, то есть от листьев к корню. Чем листья могут поделиться с корнем? В листьях очень хорошо развита хлорофилоносная ткань, в котором происходит процесс фотосинтеза. В них образуются органические вещества. По элементам нисходящего тока передвигаются органические вещества. Нисходящий ток, то есть от листьев к корню, обеспечивается через такую структуру, которая называется флоема, или по-другому еще луб. А восходящий ток обеспечивается такой структурой, как ксилема, или по-другому еще называют древесина. Рассмотрим организацию ксилемы. Ксилема состоит из мертвых клеток, то есть, опять же, их клеточная стенка пропитывается определенными веществами, которые не способствуют сообщению клетки с окружающей средой. Клетка погибает, но зато такая погибшая клетка будет очень прочной. Ксилема может быть приставлена сосудами, получается, клетки отмирают, между ними теряются перегородки, и вот как трубка образуются сосуды, либо трахеиды. Сосуды – это более прогрессивные элементы ксилемы, трахеиды – более примитивные. В состав ксилемы входят также древесные волокна, представители механической ткани. И также в состав ксилемы относится древесинная паренхима, в которой могут накапливаться запасные вещества. Флоэма – это живые клетки. Представляют собой ситовидные трубки. Вот они нам изображены под цифрой 5. Что собой представляют ситовидные трубки? Те клетки живые, между ними имеются перегородки. То есть вот одна клетка, вот другая клетка. Но перегородка между этими ситовидными трубками имеет вид сита. То есть она имеет такие перфорации, через которые и происходит передвижение веществ. Ситовидным трубкам, которые как бы лишены, получается, ядра, помогают клетки-спутницы, расположенные вместе с ними. Также в состав ксилемы входят лубины и волокна, поддерживающие вот эти проводящие системы, проводящие системы, и лубина паренхима, то есть клетки, в которых также накапливаются или запасаются какие-то вещества. Вот почему проводящие ткани сложные, потому что ксилема, как и флоема, включают в себя проводящие элементы ксилема, включают сосуды и трахиды, а ксилема – ситовидные трубки клетки-спутницы. Также включают в себя механические ткани, представляющие из себя волокна и поддерживающие проводящие элементы ксилемы и флоемы, и также элементы древесины и лубиной паренхима, входит в состав ксилемы и флоемы. Также не забудем, что сосуды и трахиды осуществляют транспорт воды и минеральных веществ, а ситовидные трубки способствуют передвижению органических веществ. Итак, таким образом мы с вами рассмотрели такие растительные ткани, как образовательные ткани. Они будут классифицироваться в зависимости от того, где они расположены. Допустим, на кончике корня и конусе нарастания побега будет верхушечная ткань, в основании между узелек будет вставочная ткань и так далее. Запомним, что образовательная ткань представлена мелкими клетками, но живыми, которые постоянно способны к делению. Покровные ткани, выполняющие защитную функцию, они защищают растение от излишнего испарения, иссыхания, воздействия патогенных микроорганизмов. Покровные ткани могут быть живыми. Это эпидермис, это первичная ткань. В эпидермисе находится устица. К мертвым тканям покровных тканей относятся пробка и корка. К механическим тканям относятся каленхима и скаленхима. Каленхима – это живые клетки, скаленхима – мертвые. Механические ткани выполняют роль арматуры, поддерживают органы и ткани растений. Основные ткани – это живые клетки, в которых либо происходит фотосинтез, либо откладываются запасные питательные вещества, вода или воздух. Проводящие ткани, имеющие достаточно сложное строение. К ним относятся древесина или ксилема, осуществляющие восходящий ток. То есть по ним передвигаются вода и минеральные вещества. Значит, древесина образована мертвыми клетками, вытянутыми в длину, образующие сосуды. Нисходящий ток и передвижение органических веществ осуществляет луб или флоема. Структуры луба и флоема представлены живыми клетками. Какие задания могут встречаться в Олимпиадах по биологии по растительным тканям? Некоторые. Давайте из этих заданий разберемся. Такой есть вопрос. Изображенная структура на рисунке выполняет функцию синтез липидов, накопление крахмала, газообмен, проведение минеральных веществ. Давайте разберемся, что это за структура. На этой микрофотографии мы видим две клетки. Вот одна клетка, вот вторая клетка. Мы видим, что эти клетки живые, потому что внутри находятся хлоропласты, ядро, ваколи. Также у этих клеток мы видим, что клеточная стенка неравномерно утолщена. В те стороны, которые клетки смотрят друг на друга, клеточная стенка вот так вот сильно утолщена. В каких же клетках есть такие особенности? Перед нами клетки устица или устичные клетки, иногда их называют еще замыкающие клетки. Они имеют более-менее выраженную полугонную форму, и между вот этими утолщенными частями клеточной стенки находится устичная щель. Устица относится к живой ткани, покровной ткани, это эпидермис. Через них происходит газообмен. Поэтому ответом на этот вопрос будет буква В – газообмен. Вот так под микроскопом примерно выглядят клетки устичного аппарата. Следующий вопрос. Определите тип ткани по строению клетки. И предлагают вам несколько вариантов. Что мы отметим у этих клеток? Что эти клетки живые, внутри имеются органоиды. Обратим внимание на клеточную стенку. Клеточная стенка утолщена. Из представленных вариантов такую утолщенную клеточную стенку имеет каленхима. Каленхима – это живая механическая ткань. И вот за счет утолщения клеточной стенки каленхима и выполняет опорную или орнатурную функцию. Ядро какой клетки изображено на рисунке? Вот эта клетка. Мы видим ядро. Как охарактеризуем эту клетку? Во-первых, обратим внимание на ее клеточную стенку. Она не утолщена. И эту клетку можно охарактеризовать как тонкостенная. В отличие, допустим, от вот этих клеток, клеток каленхима. Ядро. Ядро достаточно крупное. Какие же варианты нам даются в этом задании? Члены кситовидной трубке флоемы, клетки кончика корня, клетки мизофила, трахиды древесины. Тонкостенные клетки. Клетки с большим ядром свидетельствуют о том, что здесь происходит интенсивный процесс отделения. Какой из четырех вариантов подходит нам под интенсивное отделение клеток? Подходит клетки кончика корня. Кончик корня постепенно растет, и растение увеличивает длину своих корней. Поэтому клетка, которая вот здесь у нас изображена, это образовательная ткань, или назовем ее еще по-другому меристема. В данном случае, так как клетка находится на кончике корня, мы эту меристему опишем как верхушечную меристему. Следующий вопрос. Какая из этих тканей синтезирует каротиноиды? Корка, лук, столбчатый мизофил, камбий, эпидерма. Синтез каротиноидов указывает на то, что клетки живые, и в них интенсивно происходит синтез тех или иных веществ. Корка является мертвой структурой, из ней уже ничего синтезироваться не может. Эпидерма также не принимает участие в синтезе веществ, что представляет собой прозрачные клетки, плотно расположенные друг к другу. Лук – это элементы, проводящие систему, по которым проводятся органические вещества. Камбий – это образовательная ткань, которая постоянно делится. А вот столбчатый мизофил нам подходит. Так, что такое столбчатый мизофил? Столбчатый мизофил у нас входит в состав хлорофилоносной ткани. Еще ее по-другому называют палисадный слой. Видите, они расположены обычно в листьях под эпидермисом, и именно в этих клетках интенсивно происходят процессы фотосинтеза. Поэтому ответ на этот вопрос будет столбчатый мизофил. Также очень часто в олимпиадных заданиях предлагается по рисункам определить, что за ткань изображена. Давайте посмотрим на эту ткань, что для нее характерно. Во-первых, мы видим клетки, которые плотно расположены друг к другу. Они живые. Здесь мы видим, что у них есть ядра. Они бесцветные. То есть в них отсутствуют хлоропласты с хлорофилом. Среди вот этих плотно-плотно расположенных бесцветных клеток живых находятся очень интересные клетки. Это две клетки бобовидной формы, между которыми находится какое-то отверстие. Это устичная щель, это устичные клетки, это клетки эпидерм. Если в общем скажем, то здесь нам изображена покровная ткань эпидермис. Это первичная покровная ткань. Наличие устиц является характерным признаком именно для эпидермиса. На этом рисунке, что мы с вами видим? Мы видим очень много маленьких клеток. И внутри них большие вот такие темные точки. Это ядра. То есть клетки мелкие, плотно расположены друг к другу и с большими ядрами. Перед нами меристема, то есть образовательная ткань. Вот такие задания могут встречаться в школьной олимпиаде по биологии. На сегодня наша видео лекция закончена. В следующий раз мы с вами проведем видеоразбор заданий контрольной работе по теме растительная клетка и растительные ткани.